всем привет друзья неделя подходит к концу а это значит что подъехала очередная порция китайских новостей за последнюю неделю китай был богат на события здесь встретили китайский новый год и открыли зимнюю олимпиаду и первая новость как раз про зимнюю олимпиаду эстафету олимпийского огня впервые в истории передали роботы под водой эксперты отмечают что это была экологичная передача с использованием специального газообразного пламени впервые в истории эстафету передал робот роботу эстафета огня зимней олимпиады 22 года стартовала утром 2 февраля 11 этапов эстафета находится за пределами так называемые системы замкнутого цикла олимпийский огонь побывает в трех кластерах проведения соревнований в пекине столичном районе янцин и в городе джанзиакхо последний 12 этап эстафеты пройдет внутри пузыря 4 февраля факел прибыл в олимпийский парк в пекине на территории которого расположен национальный стадион птичье гнездо то самое место где и прошло открытие олимпийских игр китайские ученые обнаружили в янтаре окаменелости возрастом более 100 миллионов лет находка показала что некоторые растения остались неизменными со времен динозавров исследованием занималась группа ученых из университета науки и технологий цинтао а также открытого университета великобритании и других учебных заведений команда изучила 21 кусок янтаря возрастом около 100 миллионов лет найденным мьянме согласно заключению исследователей цветы демонстрируют высокую способность адаптации к частым лесным пожаром текст работы был также опубликован в научном журнале nature plants китай призвал сша отменить таможенные пошлины на солнечные панели об этом сообщило министерство коммерции к н.р. такое предложение было выдвинуто чтобы стимулировать совместную борьбу с изменением климата и улучшить экологическую ситуацию в мире 4 февраля администрация байдена заявила что истекающий срок действия повышенных пошлин на солнечные батареи китайского производства будет продлен еще на четыре года по словам минкоммерции к н.р. это нарушает нормальное функционирование международного товарного обмена несмотря на это китай заявляет что готов продолжать сотрудничать зарубежными странами по минимизации вреда окружающей среде мы продолжая тему олимпийских игр американо-китайская лыжница фристайлистка выиграла для китая третье золото эйлингу известная в китае как гу айлин победила в дисциплине big air по итогам соревнования спортсменка обошла французскую конкурентку тё су лёде эйлингу стала первой в истории фристайлисткой победивший в разных дисциплинах на одном чемпионате мира по фристайлу она родилась в сша в китайско-американской семье но с 2019 года на соревнованиях выступает за кнр а я напомню что китай не признает двойного гражданства и неизвестно аннулировала ли девушка свой американский паспорт или нет приложение для лгбт знакомств гриндер подарили из appstore в китае это произошло через несколько дней после того как власти кнр объявили о начале борьбы с запрещенным контентом и порнографии в интернете приложение также исчезла из библиотек популярных магазинов которыми владеют tencent и huawei но тем не менее все же остались китайские аналоги гриндер который можно скачать на iphone и android pay формально однополые отношения в китае не запрещены однако правительство нередко подвергает цензуре контент о представителях лгбт сообщества китайцы раскритиковали свою фигуристку за падение 19-летняя джуи упала во время пополнения короткой программы из-за чего сборная китая сместилась на 5 место в командном зачете до ее неудачного выступления страна входила в тройку лидеров на китайской платформе вайпо интернет-пользователи выразили недовольство падения фигуристки джуи родилась в сша но и у родителей китайцы с 2018 года она также является гражданкой китая многие также отметили что она недостаточно хорошо говорит по-китайски спортсменка пожаловалась и чувствовала давление со стороны болельщиков она также добавила что сожалеет о случившемся но критика не остановилась и только усилилась потому что спортсменка упала и второй раз девушка расплакалась на льду после двух падений в произвольной программе командного турнира по фигурному катанию она вновь заняла последнее место турнирной таблицы набрав 91 балл многие пользователи вайпо упрекнули ее за слезы и заявили что все участники олимпийских игр сталкиваются с таким давлением китайские акции выросли в первый торговый день нового года тигра на двух основных биржах в шанхае и шенчжене 7 февраля зарегистрирован рост акции около 3000 компаний лидерами роста стали компании нефтяной и нефтехимической промышленности как например акции petro china выросли на девять с половиной процентов кроме того наиболее прибыльными стали акции угольных компаний черной металлургии автомобильной индустрии а также акции связанные с инфраструктурой валютные резервы китая в январе сократились на 30 миллиардов долларов по данным государственного управления валютного контроля валютные резервы китая на конец января 22 года составили около 3 триллионов долларов это на 28 миллиардов или почти на один процент меньше чем в конце 21 года эксперты утверждают что в будущем ожидается стабилизация состояния валютных резервов страны сша внесли в санкционный список 33 компании находящиеся в китае об этом сообщила министерство финансов сша такие меры последовали из-за отсутствия возможности установить как указанные компании будут использовать импортируемую из штатов продукцию включение в санкционный список приостанавливая действия экспортных лицензий при введении дел с данными фирмами для физических и юридических лиц из сша китай пообещал принять решительные меры против сша в связи с ее поставками вооружений на тайвань с таким заявлением 8 февраля выступил спикер мид кнр джао лидья днем ранее государственный департамент сша одобрил поставку американского зенитного ракетного комплекса на общую сумму больше 100 миллионов долларов это первая продажа американского оружия тайване в двадцать втором году и 2 при администрации байдена джао лидьян призвал сша наблюдать принцип единого китая немедленно отменить сделку и разорвать военные связи с тайване он также добавил что подобные сделки наносят серьезный ущерб суверенитету и безопасности китая китайско-американским отношениям а также миру и стабильности в тайваньском проливе ну и по традиции завершаем наш выпуск коронавирусными сводками по китаю 8 февраля выявлено 73 новых локальных случая заражения вирусом 72 из них выявлены в гонси жуанском автономном районе и один случай в провинции ляонин ну и вслед за сиянием который не так давно был закрыт на строгий карантин один из городов на юге китая также был закрыт в городе бойся в гонси жуанском автономном районе из-за выявленных случаев город закрыли на строжайший карантин сейчас городе с населением три с половиной миллиона человек проходит второй раунд тестирование местных жителей на коронавирус все граждан просят сознательно отнестись к соблюдению необходимых мер время окончания строгого локдауна зависит от эпидемической ситуации на этот период изоляции власти закрыли учебные заведения и приостановили движение общественного транспорта но это все новости на сегодня спасибо что посмотрели ролик до конца обязательно подписывайтесь на канал и увидимся в следующих видео